Уважаемые коллеги, дорогие друзья, добрый день. 11 часов, если никто не возражает, мы начнем нашу видеоконференцию, наш круглый стол. У нас сегодня очень интересное мероприятие, продолжение встречи, можно сказать, которая состоялась в таком же формате видеоконференции 11 июня и была посвящена движению сопротивления, сопротивлению нацизма в европейских странах, участию советских граждан в этом движении. И мы услышали очень интересное сообщение коллег из разных стран. И отдельно хотел бы поблагодарить за выступление на той конференции сеньора Бельди, Пьера Бельди, вице-президента Ассоциации партизан Стелла Альпина. И, в общем, мы знаем о том, как много делается в Италии для сохранения памяти о сопротивлении, о героях сопротивления. Прекрасно знаем нашего товарища, уже даже нельзя сказать точно он русский или итальянец, Массима Экли. И, в общем, благодарны, конечно, за эту работу. И поэтому предложили сегодня собраться. И этот разговор продолжить уже применительно к такому итальянскому опыту. С нами на связи академик Российской Академии Наук, сопредседатель Российского Исторического Общества, научный руководитель Института Всеобщей Истории Российской Академии Наук Александр Оганович Чубарьян. Александр Оганович, я хотел бы попросить вас открыть нашу конференцию. Спасибо. Уважаемые коллеги, друзья, мне очень, конечно, приятно присутствовать сегодня на этом заседании. Уже сказал Ксагин Ильич, что у нас была месяц назад встреча, и сейчас очень хорошо, что мы продолжаем ее традицию. Вообще, движение сопротивления в годы Второй мировой войны – это очень важная составная часть истории войны. И как мы сейчас отмечаем 75-летие победы, то, естественно, мы обращаем внимание и на вклад движения сопротивления в победу над нацизмом. Оно стало общеевропейским. Оно стало принимать самые разные формы. Движение сопротивления было организованным в ряде стран. Это партизансы в Советском Союзе, это некоторые организационные явления в странах Европы, но оно в большой мере и было проявлением желания, инициативы самих людей, которые оказались в оккупации. И это, конечно, очень важный момент. Это сочетание и желание сохранить свою родину, это и стремление покончить с нацизмом, защитить Европу от режима нацистского. Наконец, это борьба за свои семьи, своих родных, близких. Движение сопротивления имело очень широкое распространение во многих странах Европы, и в том числе в Италии. Оно было и во Франции, и в Бельгии, в Польше довольно значительное было. Мы в прошлый раз очень активно говорили о советских людях в движении европейского сопротивления. Это действительно существенная страница в истории Европы, в истории войны и в истории нашей страны, современной России. И то, что мы отдаем дань исторической памяти, мне кажется, это очень важно. Особо я хотел сказать, конечно, об итальянском движении сопротивления. Оно сыграло значительную роль в освобождении Италии от фашизма. Мы знаем примеры, которые были, мы знаем людей, которые остались в памяти не только Италии, но и всей Европы. И мы отдаем дань памяти этим людям. Я хотел бы сказать, что сегодняшний круглый стол еще важен для развития наших контактов с итальянскими коллегами. Я думаю, что мы сегодня стоим перед необходимостью идентифицировать эти связи по разным направлениям. У нас выходила не так давно совместная книга с университетом итальянским по поводу истории Холодной войны. У нас были и другие совместные мероприятия. Я думаю, что нынешний круглый стол явится побудителем мотива к тому, чтобы мы активизировали наши связи с итальянскими коллегами. Я приветствую наших итальянских друзей, которые принимают участие сегодня в нашей передаче. И желаю всем нам успехов, в том числе и этого нашего круглого стола. Спасибо. Александр Иванович, спасибо большое за Ваше очень содержательное приветствие. Я хотел бы уточнить. У нас по программе следующим стоит приветствие почетного консула Италии в России, вице-президента Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торембини. Знаем, что там были сложности с подключением. Синьор Торембини, Вы на связи или нет? Пока нет. Тогда, когда получится подключиться, мы обязательно предоставим слово синьору Торембини. Я хотел бы, прежде чем продолжить нашу дискуссию, сказать несколько слов, дополнить то, что сказал Александр Иванович. На мой взгляд, он говорил о трех целях нашего сегодняшнего мероприятия. Первый – это, конечно, важен сам разговор. Сам разговор, который позволит нам вспомнить тех героев, тех солдат, тех партизан, которые участвовали в борьбе с нацизмом на территории Италии. Были ли это советские граждане, были ли это итальянцы или люди других национальностей. Это не так важно. Главное, что мы говорим об их плане. Второй вопрос – это, конечно, нам было бы важно здесь, в России, услышать о том, что делается в Италии по сохранению памяти о наших соотечественниках, об уходе за их захоронениями, о популяризации их вклада в победу и выслушать предложения ваши уважаемые итальянские коллеги о том, чем бы мы могли вам отсюда, из России, помочь в вашем благородном деле. И третий вопрос имеет практическое значение, связан с тем, что в ходе боев на территории Италии, в ходе партизанской войны, конечно, немало людей, немало советских граждан отличились, некоторые из них были награждены. Многие не сразу, мы знаем, что Федора Политаева, звезда Героя Советского Союза, нашла только через 20 лет, больше, чем через 20 лет. Не исключено, что были люди, в отношении которых есть информация о том, что они совершили геройские поступки, достойные награды, но в силу понятных исторических обстоятельств они не были в свое время к этим наградам представлены, не были награждены. Это не простой вопрос, но мы, во всяком случае, вправе его ставить, а по смертному награждению тех героев, тех советских героев итальянского сопротивления, которые не были отмечены современниками. Мне кажется, это тот вопрос, о котором мы тоже могли бы подумать, в наших силах, во всяком случае, его поставить и говорить об этом с компетентными российскими органами. Но, вы знаете, уважаемые коллеги, наш с вами разговор, он, конечно, носит такой во многом характер уже исторической дискуссии, но с нами на связи Николай Иосифович Орлов, современник тех событий, их непосредственно участник, ветеран Великой Отечественной войны, участник сопротивления в Италии. Николай Иосифович, мы очень ценим то, что вы нашли возможность сегодня подключиться к разговору, и, пожалуйста, вам слово, Николай Иосифович Орлов. – Спасибо. Ну, я Орлов Николаевич, да. Войну начал 15-летним мальчишкой. Только что окончил 7 класса у Великопольской школы, и началась война. Это страшная вещь, война. Особенно тогда, когда она внезапно наступила. Сразу же, быстрое продвижение немцев. Вот в первые дни войны, я родился в Смоленской области, это недалеко от города Вязьма, в Знаменском районе, теперь он Угранский район. И сразу у нас, организовав, 7 октября нашу местность оккупировали немцы. И тут же организовался партизанский отряд. Его возглавил первый секретарь Знаменского райкома Компартии. Вот в этом, затем 17 января у нас был спущен партизан, то есть не партизанский, а десант, воздушный десант. И сразу поднялась наша Знаменская бригада, стала партизанить по освобождению нашей территории. И в течение, с января месяца до 25 мая, Знаменский район, Знаменский район, Семлевский район, и несколько, вплоть до Дорогобужа, был партизанский край. И вот в этом партизанском крае была организована, то есть возобновлена советская власть на территории оккупированной немцами. Вот, я думаю, партизанский край и партизаны приносили много вреда для немцев. Это был он крепкий орешек. Потом организовался вот наш партизанский полк. Затем, вот, но 25 мая, в период большой недельный, собственно говоря, проливных дождей, все дороги растисли, и немцы пошли в большое наступление против партизанских сил. Ну и все-таки партизаны не смогли отстоять свой край, и он оказался в повторном оккупации. А мне в последнем бою пришлось быть раненым, то есть раненым был. Меня оставили партизаны, пошли в Брянские леса, а меня оставили дома на извлечении у матери. Вот таким образом началась моя жизнь в оккупированной территории. Затем немцы в один из дней организовали облаву. Всю молодежь, женщин, то есть девушек и парней 15 и 14 лет угнали сперва в концентрационный лагерь в нашем Знаменском районе, потом перегнали нас через всю Смоленскую область в Белоруссию, там погрузили в вагоны и отправили на запад. И мы оказались в Италии. Это где-то в средней Италии, около Равенны. Там есть кирпичный завод в селе, по-моему, Рашетта, и там был организован концентрационный лагерь. При движении на юг, когда высадились американцы, при движении на юг нашей колонны, когда нас погнали на юг для ратья там окопов и так далее, подобные против американцев, англичан. Мне удалось сбежать из плена. Это где-то было между Ареца и Флоренцией. Я долго бродил по горам Италии, средней Италии. прошел ее до Сан-Марина, Римени, и выхожу на равнину, а на равнине мне делать нечего. И вот в течение двух недель я бродил по Средней Италии в горах. Ну, вы знаете, не зная языка, и зная, что Италия все-таки была впервые организована фашистская власть в Италии, я думал, что мы погибнем там все. Но итальянский народ очень симпатичный и прекрасный народ. и он позволил мне выбраться и соединиться с итальянскими партизанами. Это было где-то в районе Фальтероны. Это Фарли, вблизи Фарли там, ну и затем и восьмой бригаде Гарибальдийской. А тут через некоторое время немцы наступили, стали наступать на Фарли и на вот партизанский край. итальянский коммунисты или не коммунисты во всяком случае дело получилось так, что пришлось итальянцы переправили нас 14 человек в бригаду четвертую, которая потом преобразовалась в 36-ю бригаду Гарибальдия славная бригада Гарибальдия имени Бенкончини. Она действовала между Болоньей, Фарли и Имлой. Вот на этом перекрестке там три дороги нам приходилось их обязательно перерезать. чтобы снабжения немцам не было с севера на юг. Вот таким образом я оказался в Италии. Ну, я, наверное, долго уже рассказываю, поэтому, если нужно что узнать, пожалуйста, задавайте свои вопросы, как вы считаете это нужно. Но я очень рад тому, что вот я был приглашен на эту хорошую, отличную встречу с итальянцами и с русскими, которые занимаются нашей борьбой за нашу советскую родину даже в чужих странах. Ну, потом я работал в Советском комитете ветеранов войны долгое время, с 58-го года и компании в обществе СССР Италия, в период затем Россотрудничества. Очень много работал по патриотическому воспитанию молодежи, как в Москве, так и в народе и в Одинцовском районе, где сейчас я работаю, работал, вернее, сейчас я на пенсии. Вот моя история такова. Ну, хотелось бы, конечно, услышать, я вот слышал, тут итальянцы переговаривались на итальянском языке, кое-что я понимаю, кое-что остается загадкой. спасибо за внимание. Николай Иосифович, спасибо вам большое и за то, что вы в своей жизни сделали, за ваше участие в сопротивлении, за ваш личный вклад в победу, и спасибо вам за то, что вы остаетесь в строю и рассказываете правду о войне, правду, которая сейчас особенно нуждается, нуждается в защите. Спасибо. В этом деле, в этом деле, да, я стараюсь в этом деле быть на первом, на верном пути. Да, мы вам желаем, конечно, сил, здоровья. Спасибо, спасибо. Рассчитывайте на нас. Пожалуйста, я видел, что к нам присоединился почетный консул работали по России Витторио Терембини. Сеньор Терембини, если вы нас слышите, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Извините за опоздание, но по техническим причинам, естественно, не только почетный консул, но как представитель итальянской диаспоры здесь и предпринимателей в России очень заинтересованы укрепить знания действий, которые были в Италии в 1944-1945 году, присутствие советских партизанов. Между прочим, лично я, как моя семья, у меня дядя, который воевал, бригада Гарипальди, и вот мой дом, в деревне, где мы жили, жил такой советский партизан Грозный, Василий Гаваров. Поэтому меня вот не только как представителя Италии, но как лично, как Виктория Турамбини всегда очень трогательно посмотрю вот эти инициативы, которые между прочим очень важны на сегодняшний день, когда очень много представителей молодежь организации, неофашистской организации и даже некоторые руководители страны в Европе стараются переписать историю. История это очень серьезная, очень горькая, но надо всегда говорить правду. И вот к сожалению в Италии на сегодняшний день и до сих пор полная правда за то, что сделали советские партизаны очень мало написали. Поэтому примите мои комплименты за Вашу инициативу. Вся поддержка, которая нужна, которую я могу оказать, я готов сделать. Спасибо огромное Вам. спасибо большое. Слово Пьеро Бельди, вице-президент Ассоциации партизан Стелла Альпина. Здравствуйте. Я хочу признаться, что меня взволновало, очень тронуло выступление Николая Орлова. Очень важно было его свидетельство об участии в партизанском движении. И, конечно, мы должны все, чтобы противостоять попыткам переписать историю. Партизанские соединения в Альсезе образовались в Пьемонте и Ломбарде в долине Альп, в отличие от того, что происходило в других районах. движение исключительно сохранял гарибальдийский характер от организации до освобождения с июля 1944 года и до конца они действовали и их базы находились на равненной части в районе Навара и Варчелли. Группы сопротивления зародили в 1943 году в Альсезе. Их было четверо с Копелла в Арало было примерно 20 офицеров запаса из Навары, которые сбежали из немецкого плена и поскольку у них не было связи с антифашистскими силами в Альсезе, другие три группы происходили из антифашистского объединения в Альсезе и призвали к сопротивлению вооруженного 12 сентября сразу после перемирия. были объединены коммунистов, социалистов и либералов. Вот это ядро руководящее, которое в Москотелле коммунисты нашли, который сбежал из фашистской тюрьмы, нашли в нем в его лице своего лидера. Они добывали все необходимое в том числе форму и продовольствие. И так сформировались эти три группы. Варало, группа бывших военных, прежде всего, альпийских стрелков, унтер-офицеров и солдатов, которые вернулись с оружием, они объединились для того, чтобы не попасть в фашистских плен и сопротивляться. Роговатили этими группами старшие сержанты Мусафи, Рангини и Ростели. Они установили контакты с местным антифашистским движением, чтобы получать помощь. Бриньяску движение вначале зародилось в качестве трех основных ячеек, которые потом объединились в единый отряд под руководством антифашистов Пинсу и Джедду и других баргасессий. Первый очаг сопротивления сформировался вокруг Винченцо Маскотели и объединил всех старых антифашистов, рабочих, солистов, коммунистов вместе с другим отрядом бывших таких, как Дзампьери и офицером Гастоне, который в Наваре сбежал из немецкого плена. Безусловно, вот это объединение по качеству и политической подготовке своего лидера Маскотели сразу принял характер передового отряда и катализатора целого движения. Маскотели с 9 сентября 1943 года мобилизовал все силы группы для того, чтобы добыть оружие и амуницию в окрестностях Биелы и Навары путем рейдов на склады и казармы и установил контакт со всеми остальными отрядами сопротивлениями. Варалу, Гриньянску, Варона с целью создать единую организацию движения сопротивления во всем движении в Аксезии. Когда еще не существовало бригад и отрядов, а только отдельные подразделения, они отличались не политической окраской своих командиров, а просто имели название местности, где располагались. И ключ успеха грибальдийских бригад в Альсезии не только в долине, где они зародились, но и в провинции Навары и в восточной части провинции Верчелли. Это все получило возможность благодаря Москателли. И вне партийному характеру, благодаря политическому объединению, которое сразу и военному, и организационному легко они смогли уже в октябре 43-го года начать активные действия 29-го октября. руководящая группа отряда Боргусессия, которые жили прежде в городе, они объединились в Москателли, в горной базе в Челю, где уже действовали бывшие разрозненные группы бывших узников без вооружения. В этот день Москателли прибег в местную казарму карабинеров его должны он был взят в плен, его должны были везти в Верчелли, и нападение на казарму увенчалось успеху, и узник был освобожден вскоре после, буквально за несколько минут до прибытия немцев. С ноября 43-го года начинается настоящая партизанская война, и первая организационная военная организация, и поиск тактической дислокации, выбор кадров, командование, и зародился дух инициативы, который был проявлен в сражениях и в самых сложных ситуациях. Отряд Брязку получает название Грамши и вступает во вторую бригаду Гарибальти, и придание структуры и целей Гарибальдиски это естественная вещь, поскольку комиссар Москателли, коммунист, который лично внес свой вклад в борьбу с фашизмом, был признанным лидером сопротивления в Альсезии, поскольку Чиро Эральду Гастону тоже был коммунистом, он был карьерным офицером кадровым, твердо и спокойно осуществлял команде, но естественно прежде всего то, что никто не спрашивал предъявить партбилет и никакого давления не оказывалось на партизанов, чтобы они вступили в партию и вступление в партию не имело определяющего значения при выборе командующих другой стороне, а вот этот дух единства командования проявлялся и в том, что в марте 44-го года, когда бригада получала известность и в нее вступали многие молодые люди из ломбарских и пимонских провинций, они отказались от явно коммунистического названия Грамши и получили название Року, один из первых павших героев. Престиж и доверие, которые получили командование первыми операциями, получавшимися успехом и практически без потерь удалось выйти из облавы в апреле 44-го года. Они составили основу, которая получала все большую популярность и привлекала все больше молодых людей. когда начались рейды вражеские, грибальтицы из Вальсезии, как и все остальные пимонские и ломбардские партизаны, перебрались в горы. Сначала в Монте-Брязко, а потом после облавы в январе 44-го года на север в Римелу. Очевидно, что выборы этих мест, они прежде всего думали об оборонительных действиях и о возможных нападениях врага, облавах и рейдах, чтобы нельзя было напасть внезапно, чтобы можно было организовать оборону и переместиться в другие районы. И выбор Римелла на высоте 1200 метров был оправдан. Дорога, которая ведет Римелло, была заминирована и охранялась боевым охранением. Но следует подчеркнуть, что командование организовало очень эффективную разведку с двумя базами в Наваре, которую руководил ОБЦО, который легально жил, и у него были информаторы в полицейском управлении, военном командовании марионеточного правительства, и другое в Альсесии, где работали антифашисты, которые передавали по эстафете всю информацию. В три месяца пребывание бригады в Вале Дель Мастелоне произошло много военных операций. 1 марта в ходе бомбардировки в Ременле был пленен доктор Попович, важный немецкий чин. Операция Гарибальдейцев позволила на равных сражаться с немцами. И в итоге были освобождены многие заключенные, гражданские военные из нацистских тюрем. Это придало престиж бригаде, но у них не было достаточно оружия. Командование бригады все время совершенствовало свою тактику. вооруженные, разделенные на отделения, они проникали в бражеские тылы и связывались с отрядами, которые были ранее организованы для дальнейших наступательных операций. В то время как немцы и фашисты сосредоточились в Альсезии, в Аль-Лестроне, в Аль-Анцаске, несколько тысяч человек были сосредоточены для того, чтобы разбить 6-ю бригаду. Они побегали с очень тяжелым нападением, в том числе и на дорогах. Потом, когда они прибыли в Аль-Аль-Мастелосу, у них было много потерь, им не удалось разбить все партизанские отряды, которые прекрасно знали местность и бежали тайными тропами. Можно сказать, что в тот же момент, когда немцы предприняли большие усилия по наступлению, они никого не находили на этих базах. Они думали, что МАСМА могут окружить всю бригаду. В то же самое время были атакованы с другой стороны. Утром 10-го июня после нападения на немцев, отступавших гарибальдийцы, вступили в Боргуссессию и в Аралу, приветствуемые местным населением. Это первый опыт освобожденного района на оккупированной немцами территории. Конечно, это было временное освобождение народа, нескольких десятков тысяч жителей, которые жили в десятках коммун, некоторые из них имевших важное значение функции управления района осуществлялись командованием гарибальдийцев, а мэры были заменены комитетами освобождения. Свободная зона существовала с 10 июня до 4 июля 1944 года. В эти дни поступление нового пополнения приняло просто очень огромный, очень важный характер. и невозможно было вооружить всех. Нужно было образовать еще одно подразделение фрателли в Арале, братья в Арале, примерно тысячи человек. И командование дивизии было поручено Альбину Калетти, капитану Бруно, молодой антифашист, который был приговорен особым фашистским трибуналом. и отряды, которые в марте-апреле в Курции и в Альдостол действовали, они осуществляли очень активную боевую деятельность, были усилены людьми и оружием, таким образом, чтобы образовать вторую дивизию Гарибальди, Рейди, которая была поделена на три бригады, где комиссаром был Пиппо Коппо, известный коммунист из Умени. И вторая дивизия продолжала действовать в районе Навары и сыграла важную роль в вождении Оссола, Москотели и Чиро, приняли командование группировки двух дивизий. Нацифашисты, немцы сконцентрировали значительные силы для того, чтобы занять Вальсезию с юга на юге и на западе. С 2 2 и 4 июля тем не менее оборонялись и контратаковали. В соответствии с планом отряды должны были сражаться, задержать продвижение врага для того, чтобы иметь запасу пути отступления, чтобы этот маневр прекрасно удался, потери были незначительные и в том числе невооруженные люди смогли замаскироваться или скрыться. С июля 44-го года до освобождения бригады Вальсезии, которых уже стало из 3, превратились в 8, они установили свои базы и работали исключительно уже на равненной местности. И командование заботилось о снабжении и населению за продуктами платили деньги или карточки. И фабрики в районе Биэлла поставляли обмундировании и обувь. Засады, вылазки, диверсии увеличивались и не проходило и дня, чтобы боевые листки не печатали сообщения о вражеских потерях, о взятых пленных и об отбитом оружии. Командование имело свою типографию, никогда не обнаруженную фашистами, где печатался боевой листок и пропагандистские материалы, листовки, распространявшиеся партизанами среди населения, а также от имени комитета национального освобождения. С января 1945 года также осуществлялась поддержка американским войскам. Американские войска оказывали войска, сбрашивали поддержку в виде оружия и продовольствия. В марте 1945 года горибальдейцы организовались таким образом, чтобы 16 марта 1945 года приобрели уже такую силу и организацию, что смогли замыслить и реализовать боевой план, который предусматривал мобилизацию 3000 человек с целью атаковать и сдаться гарнизоны Баргазеси, Романьяна и Фары. Блокировали все гарнизоны в районе Навары, Биэль и Кузио, чтобы смогли препятствовать большим крупным контингентам немцев наступать. Антифашистские традиции в Аксессии, горные зоны и равнинные зоны Навары имели большое значение в создании среди населения атмосферы, которая благоприятствовала поддержке сопротивления. Это необходимое условие для того, чтобы формирование могли действовать и продвигаться, встречая симпатию, поддержку и конкретную помощь. Престиж, который получили гарибольдейцы в Аксессии, как в военном отношении, так и в плане корректного поведения и сердечно-дружеских отношений с населением, была определяющим. Подобная тактика привела гарибольдейцев не только к тому, что они смогли совершать выловки на расстоянии нескольких десятков километров от своих баз, от лагерей, но и также избегать фашистских облав. Если бы они не были гарибольдейцами, то с трудом тактика передвижения высшая описанность могла бы успешно осуществляться. Еще сложнее было бы действовать без единого командования и такой укорененной организации и отношений установившихся с местным населением, которая была основой успеха. В заключении я хотел бы рассказать о славной странице это спасение международной галереи Семпионы. Воссуле немцы приказали разрушить галерею Семпионы и 17 это туннель Семпионы и 17 электростанций. Командование предупреждено и с 3 апреля прибывает состав с 300 тоннами взрывчатки для того, чтобы взорвать этот тоннель и электростанции. 21 апреля 45 года 86 Гарибальдиса 2-й дивизии Рейде под командованием Мирко высаживаются в Аркции. Ночью стоял ночью и лил проливной дождь. И в 0 часов 30 минут населенные пункты были окружены гарибальдейцами, батальоном Камаско и батальоном Фабри. Отряд партизан направился в тишине к гостинице Тронконе, где остановились 50 немецких военных. То же самое произошло с гостиницей, где сосредоточилось командование гарнизона. Мирко и несколько человек из летучего альпийского отряда босиком направляются к станции. Они вглядываются в темноту и стараются найти караульных. И наконец, заместитель командира Тарзан замечает два красных огонька. Это сигареты. Немецкие караульные поднялись в пустые вагоны, чтобы спастись от дождя. И тогда ударом кинжала они снимают этих часовых без какого-либо шума в полной тишине. То же самое они проделали с двумя другими часовыми. Уже люди могут нападать. Они захватили на складе 1500 ящиков с тринитротеролом, с взрывчаткой. Они 40 человек перенесли их, открыли за город, а также и разбросали их по берегу реки. Примерно в 4 часа утра все было завершено. люди облили эту взрывчатку бензином, которую выложили по цепочке вдоль берега, подожгли, огонь поднялся среди ночи, он казался выше гор. Все осветилось как днем. Немцы были перепуганы и испугались, что все взорвется, но все провинчалось успехом. И туннель, и электростанции были спасены. Партизаны вернулись на свою базу, напевая Белла Чау, а немцы сбежали на территорию Швейцарии. Население, которое было разбужено взрывами, от страха сбежало и спряталось в лесах. Но затем, узнав, что произошло, они высказали свою радость. Я хочу поблагодарить всех и завершаю приветствие от наших ветерана, который уже 93 года участвовал во многих операциях с советскими партизанами, о которых сохранила самые прекрасные воспоминания. И вот приветствую от нашей партизанки ветерана. Передаю вам всем от нее горячий привет. Я участвовала как партизан, сражалась в период сопротивления. Спасибо, спасибо за это. Важная инициатива за это важное мероприятие. Спасибо большое, уважаемый мюрдбель, спасибо вам. Передавайте, пожалуйста, от нас большой привет ветерану. Мы, конечно, передаем наши благодарности, желаем здоровья и крепости духа. Спасибо. прежде чем передать слово следующим выступающим, я предлагаю договориться о том, чтобы нам постараться укладываться максимум в 10 минут при выступлениях, потому что желающих выступить достаточно много. У нас у всех есть еще планы на сегодняшний день. Пожалуйста, Дарья Алексеевна Пушкова, руководитель Центра науки и культуры в Италии, Рим. Пожалуйста. Здравствуйте, меня слышно? Да, вас хорошо слышно и видно. Мое выступление не будет длинным, потому что здесь есть люди, которые знают историю сопротивления гораздо лучше и могут рассказать о ней гораздо интереснее, но, во-первых, я хотела бы представиться для тех, кто со мной не знаком. Я руководитель Российского Центра науки и культуры в Риме, в Италии, и наша главная задача, как она видится нам, это способствовать развитию дружеских отношений между российским и итальянским народами. И поэтому я хотела бы, чтобы те, с кем мы еще не знакомы, знали, что мы есть здесь, в Риме, в Италии, что мы открыты к сотрудничеству и что мы рады поддерживать все проекты, которые способствуют укреплению дружбы между нашими странами. И именно вот этому, на мой взгляд, и служит сегодняшняя конференция, посвященная сохранению общей исторической памяти. Это страница истории, а вот совместной борьбы итальянского и советского народов, к сожалению, на мой взгляд, несправедливо подзабыта, или она мне таковой кажется. Для меня, например, стало откровением, что каждый сотый участник, боец итальянского сопротивления это мой соотечественник. И что, когда партизаны проходили через Порто-Пиа по направлению к Ватикану в площади Святого Петра в Риме, в их рядах звучала наша русская песня «Широка страна моя родная». Мой дедушка прошел всю войну от первого до последнего дня, и ему повезло, он не попал в плен, но я уверена, что если бы он оказался в Италии, тогда он был бы готов и здесь бороться до последней капли крови за нашу свободу, за бороться с общей угрозой против нацистской Германии. Поэтому я хочу сказать отдельное спасибо Николаю Иосифовичу, который не просто прошел всю эту борьбу, но и дожил до наших дней. Мой дедушка умер, к сожалению, в прошлом году, не даже в года до 100 лет. И может нам сегодня рассказать нам и нашим детям о том, как это было из первых уст. Это невероятно важно. Поэтому я сегодня хочу сказать спасибо вам, Николай Иосифович, спасибо всем тем нашим предкам, которые отдали свои жизни в борьбе с нацистской Германией. И в заключение своего небольшого выступления я хотела прочитать небольшую, процитировать концовку стихотворения, которое было написано в 1960 году Джованни Сербандини и посвятил он его Федору Полетаеву, которого здесь уже упоминали. Я сегодня к слепцам обращаюсь, поглядите на русскую землю, чье сияние луны достигает, угасить его вы собирались. Федор, ты был лучом в этом сиянье, и слепцы не гадали, не знали, что они в арестантских вагонах завезли советскую доблесть к партизанам нашей земли. Федор, нынче твоя годовщина. Федор, слышишь, мое спасибо, вся Италия вместе со мною говорит спасибо тебе. И, что интересно, я пыталась найти в интернете оригиналы этого стихотворения на итальянском, чтобы прочитать его на итальянском, и вы знаете, это невозможно практически найти в итальянском интернете. Мне пришлось обратиться к нашему другу Массиму Экли, которого мы наверняка еще здесь услышим, и он прислал мне итальянский перевод. Так вот, мне хотелось бы, чтобы эти вещи были доступны нашим детям, нам, чтобы мы все это могли найти, чтобы как можно больше информации было в открытом доступе. И я еще раз хочу поговорить, сказать спасибо вам за то, что вы не забываете, что вы ищете новые факты, что вы сохраняете нашу историю, нашу общую память, которая, ну вот эта трагедия просто никогда уже не должна повториться. Поэтому спасибо организаторам этой конференции. Дарья Алексеевна, спасибо большое вам. Но у меня к вам вопрос. А вот этот текст стихотворения на итальянском языке, он перед вами? Да. А могу я попросить вас прочитать его, потому что для наших итальянских коллег это, получается, был обратный перевод, и может быть, он был не вполне недостаточной литературе. Ну вот мне Массимо прислал, он немного, я поскольку год назад начала учить итальянский, он для меня немного сложный, но я сейчас попробую. Поскольку стихотворение само длинное, я прочитаю все-таки вторую половину, и прошу итальянских коллег простить мне мои ошибки, если я их сделаю, читая эти строки. Фёдор, сон 15 anni, си фонда воно нелгранде куори две амори и уника рамь. Читает в оригинале. Как 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 в оригинале литературе литературе каповолзе куэл эпико гестоле сорти дэна гиорната. Но ты, Фёдор, фрателло, гиачеви и ла нев нел'ultимо истанте ти сарапарса ла 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 Спасибо большое, Дарья Алексеевна. Мне кажется, это очень хорошо прозвучало, и спасибо за то, что вы нашли это стихотворение, спасибо Массимо за то, что вы, Массимо, нашли оригинал. Это наша память. Пожалуйста, слово предоставляется научному сотруднику Института Бари, научному сотруднику фонда Николауса Джорджи Кутино. Джорджи, вы нас слышите? Пожалуйста. Добрый день, добрый день, меня слышно? Отлично, большое спасибо. Большое спасибо. Для меня это большая честь участвовать в нашем важном собрании. В нашем собрании, которое, конечно же, является свидетельством многочисленных исследований, которые продолжаются в этом направлении. Хотел бы поблагодарить и поприветствовать вас от фонда Николауса, который в Бари занимается серьезным исследованием по части присутствия советских партизан в городе с 43 по 45 годы. Мое сообщение в основном будет о влиянии Советского Союза, вкладе Советского Союза в итальянское сопротивление и о присутствии солдат и партизан в советских баре с 43 по 45 годы. Фашизм и человек не могут сосуществовать. Об этом говорил Василий Гроссман в своей знаменитой книге «Жизнь и судьба». Человек в состоянии сопротивляться всемогущей системе насилия и поправления прав человека в тоталитарных режимах. Оценка антифашистского движения можно характеризовать известным высказыванием Эрика Хостбрауна как «Короткий век». Сопротивление государства выразилось в свободном обвинении людей с целью обретения попранных тоталитаризмом прав. Роли и присутствие Советского Союза в политической жизни Запада, начиная с 30-х годов, 20-го года, можно рассматривать в свете факторов, которые непосредственно зависят от выбора советского режима. Речь идет о экономическом планировании и о внешней политике, а также факторами, такими как экономический кризис и демократическими ценностями, которые обусловили социальные, политические, культурные движения западных стран, а также те идеи и чувства, которые они выражали. Роль, международная роль Советского Союза выражалась не только в военном отношении, но и в желании, и в конкретных действиях по помощи движениям сопротивления во всем мире. Сопротивление, конечно же, не обходилось без склада Советского Союза, которое было направлено не только против гитлеровского засилия, но и на разглашение демократических режимов в Европе. Литература по этому поводу является очень насыщенной, и начинается она со Сталеградской битвы, главного выражения советского патриотизма и проглашения таких ценностей, как идеалы коммунистической родины. Фактом является то, что сопротивление в Италии и в других странах, конечно же, выражалось в военных действиях против нацифашистской агрессии, но и в процессе политического обновления. Во второй эпохи ресорджементо своего рода в середине XX века главной ролью сопротивления было и остается для будущих поколений в том, чтобы предупредить и напоминать об этих событиях, предупредить об общей опасности, с которой мы постоянно пользуемся. Марко Больцано говорил, что если слово сопротивление является ограниченным способом выдерживать удар, то итальянское сопротивление не только предлагало, не только сопротивлялось, но и предлагало новые пути развития. Общим делом в Италии и в Европе было, конечно же, преследование общих целей свободы, а также всеобщей справедливости. В частности, движение итальянского сопротивления, в котором сливались антинемецкие, антифашистские тенденции, выражалось в действиях по саботажу, по партизанской войне и проводилось партизанскими отрядами как по военным соображениям, так и по политическим. Все это было, конечно, неразрывно связано с ценностями свободы и демократии. И, тем не менее, отдельные мотивы, отдельные побуждения были разные в зависимости от данного региона. Так или иначе, это была кузница, кузница социальной революции, которая проходила на волне восстания, восстания против немецкого засилия. И поэтому это был символ и синтез нового человека. Партизан, писал Антонио Грамм, что это не только тот, кто разделяет определенные цели или встает в один ряд со своими единомышленниками, но это противоборство бездеятельности. Итальянское слово партизан снова вошло в итальянский язык от русского слова партизан. Об этом пишет Пьетро Ненни, который говорит о вооруженных формированиях. В частности, он писал в работе «Рабочее государство». Гитлеровская агрессия против Советского Союза и война, которая началась в результате этой агрессии, конечно же, говорит о формировании Красной Армии и партизанских большевистских формирований, которые характеризовывались героизмом и славой. Толстой, описывая в «Войне мира» партизанское движение против «Наполеоновского вторжения» во Второй мировой войне, слово «партизан» находит уже международный отклик после обращения Сталина к нации в июле 1941 года. Словом, это словизм, который вернулся снова в западный язык. Вначале он попал в Россию из Италии, а затем уже в качестве своего рода советизма вернулся в Италию. Стоит добавить, что в течение следующих десятилетий после окончания войны акты и подробности движения по освобождению Италии во многом отражали партизанскую тему в кинематографе, в литературе, в музыке. Мы помним произведения таких писателей, как Чезаро Паэзо, Эльза Мумранта, Джузеппе Пионгаретти, Сальваторе Квазимодо. Мы помним художественные работы Гуттузо, Ринату Гуттузо, музыку Луи Джиноно, фильмы рисера Лицани, Лукетти и Русселлини. В историческом отношении антифашистское движение в Италии характеризовалось не только исходом Сталиградской битвы, но и непосредственными рассказами ветеранов войны, которые возвращались после российской кампании и говорили об актах бесчеловечного отношения гитлеровского вермахта на завоенной территории. 8 сентября 1943 года многие советские солдаты, сумевшие сбежать из фашистских, нацистских концентрационных лагерей, объединились в борьбе против вермахта и против муссолиниевского фашизма. Более 5000 советских добровольцев, грузины, русские, украинцы, казахи, азербайджанцы, белорусы, татары, порядка 14 тысяч человек во всей Европе. Их вклад и исследования в деятельности не только со стороны историков, но и добровольцев, которые, конечно же, говорят о новых фактах героического движения в рамках движения сопротивления. Гражданское сопротивление на юге Италии, в частности, в Апуле, говорят о естественном восстании против фактов насилия со стороны нацифашистского режима. В городе Бари, ставшим перекрестком движения сопротивления, мы говорим о множестве фактов, которые так или иначе отразились на нашей истории. Мы ведем наше исследование по двум параллельным путям. С одной стороны, мы ищем конкретные факты, и, с другой стороны, мы говорим о тайной миссии АГОН. Другие направления исследования также проводятся нашим центром, нашим фондом. Советское правительство, для того, чтобы организовать поддержку Красной Армии и югославским партизанам весной 1944 года, подписало распоряжение и договор с англоамериканцами для основания воздушной советской базы в Бари-Полезе. И, таким образом, военные материалы поставлялись в том числе в Югославию, а также и в Бари. Ни один другой город во время Второй мировой войны не сыграл такой важной роли по поставке оборудования, оружия к Агбари. Сейчас они живут, авиационная база, авиационная группа специального, особого назначения, авиационная группа особого назначения АГОН в течение 1944 года, всего это 1460 вылетов. В этом участвовали дипломаты, поэты, об этом писали в их дневниках, в их стихах, Константин Симонов в частности. Павел Михайлов, к примеру, описывал район Бари как место, отмеченное прекрасной природой, где существует культ Святого Николая, где живут люди, которых отличает гостеприимство. Первая сложность, которая возникает здесь в порядке исследования, это трудности с нахождением захоронений. И это, естественно, связано с проблемой транслитерации, то есть правильного написания как в части русского алфавита, так и в части латинского алфавита, как в части кириллицы, так и в части латиницы. Но здесь мы должны регулироваться нормами ИСО-09, которая претерпела реформу лишь в 1995 году, и только в Италии она применяется, или частично применяется в других государствах. В этом смысле мы полагаем, что наша деятельность является только отправной точкой по нахождению очень важных эпизодов Второй мировой войны и событий, происходивших на территории города Барри. В заключении своего выступления я хотел бы процитировать Итало Кальвино, знаменитого итальянского писателя, в повести, посвященной жизни партизан, «Трофую паучьих гнезд». Он писал, значение борьбы, настоящей борьбы, тотальной борьбы – это желание защитить собственную человечность от всех унижений, которыми мы претерпеваем. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Мюра Кутина, то, о чем Вы сказали, говорит, конечно, о тесном переплетении не только нашей истории, но и нашей культуры, так же, как, впрочем, и стихотворение «Блестяще прочитанное на двух языках» Дарьи Пушковой. Уважаемые коллеги, предоставляю слово следующему выступающему. Я все-таки убедительно прошу придерживаться регламента. Пожалуйста, ассоциированный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук и следователь движения сопротивления в Италии Михаил Григорьевич Талалай. Добрый день, бонджорно. Я буду говорить по-русски, хотя уже давно живу в Италии, но, тем не менее, одно язык русский, и, конечно, я предпочитаю засняться на нем. Постараюсь держаться регламентом. Сейчас включу хронометр и, конечно, начну с благодарности. Благодарю Российское историческое общество за эту инициативу, так и за предыдущие инициативы, в которых мне, к сожалению, до сих пор не удалось участвовать. Но надеюсь, что теперь у нас будет полное сотрудничество. Я, конечно, следил, слежу за вашей деятельностью, замечательностью замечательной и за вашим семинаром в Баре, в частности, который меня особенно интересовал. И только что выступавшая Джорджа Кутина, кстати, написала превосходный очерк, превосходную рецензию на ваше мероприятие в Баре, который включен... Я здесь начинаю рассказывать о разных инициативах с нашей стороны. В новое издание периодическое «Барградский сборник», который выходит под грифом трех учреждений, в том числе Институт всеобщей истории Российской академии наук. И там же есть замечательная статья Джорджа Кутина, об исследовании, которое она немного предварила. Надеюсь, что осенью будет этот сборник, и с ним можно будет ознакомиться. Я представляю, конечно, в первую очередь свой институт. И мне очень приятно, что нашу сегодняшнюю встречу открыл руководитель нашего института Александр Аганович. Я, собственно, как историк, сформировался в стенах Института всеобщей истории. И мне очень дорого, что вот так вот на новом витке моей жизни, моих исследований, я все-таки сохраняю вживую, даже человеческую связь со своим институтом. И я еще упомяну о научном, моем руководителе, к сожалению, покойном. Я расскажу чуть подробнее о ней. Но одновременно у меня есть и сообщение от ассоциации уже итальянской, с которой я сейчас начал сотрудничать. Это Веронская ассоциация Коношеры Эуразия. Знаем Евразию. Президент ее известный исследователь, ученый и предприниматель. Кстати, почетный консул Российской Федерации Веронии Антонио Фаллико. Дело в том, постараюсь очень кратко рассказать о микроистории, что недалеко от Вероны, в местечке Кальдиера, уже давно существовала могила неизвестного советского партизана, который был убит, представьте, 25 апреля, в день, который, как вы знаете, в Италии считается днем освобождения. Это была трагическая смерть молодого советского партизана, который по распоряжению, по приказу своего командования старался отвлечь немецкие колонны, уходившие уже в сторону Австрии к перевалам, Бреннеры, с тем, чтобы они не нападали на мирные селения, были предприняты ряд таких военных операций, в результате которых были перестрелки в самые последние, последние часы, можно сказать, войны. И партизан, который имел боевую кличку Вилли, погиб в местечке Кальдиера, был там же похоронен, и там развернулось несколько очень трогательных историй. Я ездил недавно в это местечко, в частности, одна местная жительница, я с ней тоже познакомился, она видела тело погибшего партизана, и затем все эти годы она носила цветы, когда посещала кладбище, где похоронены ее близкие. И в 80-х годах произошла другая история, местный житель написал письмо тогда еще в Советское посольство с предложением узнать поточнее, кто был этот неизвестный партизан с кличкой Вилли. Обратились в местные Анпии, и в результате появилось имя Владимир Тулиску, которое и в итоге было выбито на эпитафе этой могилы. Сейчас могила проведена в порядок, и мне было предложено этой ассоциацией узнать побольше о всей этой истории, о партизане, и подготовить публикацию к моменту, когда могила будет реставрирована. Назначено на октябрь мероприятие, тут вот мое уже сообщение, которое готовит то же самое ассоциация Коношеры и Бразия, по инаугурации реставрированного захоронения будет конференция с участием разного рода исследователей из разных стран, и мне предложили подготовить публикацию, учитывая, что я уже несколько раз обращался к этой важной теме, вышла и книга на итальянском, и я приветствую и вспоминаю с благодарностью сотрудничество с издателем Сандро Тетти, книга, посвященная одному лишь сегменту участия советских партизан, это участие азербайджанских партизан, и надо сказать, что на этой стезе я подружился, даже могу сказать, со своим коллегом из Баку Ильхамом Абасовым, который я тоже приветствую и благодарю его тоже за сотрудничество, вышла на русском языке одна книга, и буквально, может быть, в оставшиеся пять минут, постараясь сложиться регламент, обозначу некоторые, скажем так, историографические проблемы, с которыми я столкнулся. Это проблемы даже терминологии, вот, скажем, итальянские коллеги и Пьеро Бельди и Джорджи Кутино свободно употребляет термин нацифашизм. Я думаю, что среди отечественных русских историков я, может быть, чуть ли не единственный, меня, может, поправят коллеги, но я усиленно стараюсь этот термин все-таки использовать, потому что часто очень даже без него не обойтись, потому что в одних местах были нацистские, немецкие каратели, в других местах солдаты республики Сало, которых в Италии называют републикини, что тоже трудно переводить, поэтому вот начнем с терминологии сопротивление нацифашизму. Это для итальянской реальности, мне кажется, такое уточнение важное. Я предлагаю не стесняться его некоторой громоздкости. И, быть может, в заключение, достаточно продолжительное, я хотел бы немножко сказать своих соображений по поводу отчего отчего все-таки история советских партизан, как правильно заметил Виктория Торамбини, несмотря на наши коллективные усилия, а я думаю, что все-таки наши усилия и ценность нашей встречи, что мы организуемся коллективом, научным сообществом, как сейчас говорит, все-таки эта история долгое время оставалась под некоторым спудом. Вот здесь и упоминалось, что Федор Политаев спустя 20 лет был награжден и вообще эта история Политаева только в 60-е годы. Эта история очень сложная, надо сказать, восстановление действительного участия советских партизан. И здесь играло много факторов, много факторов макроистории, большой истории. Это холодная война. Холодная война, когда Италия и Советский Союз оказались в разные части, по разной стороны баррикады, в то время как Германия, Западная Германия, войдя в НАТО, этот политический момент в некотором образом вообще блокировал спокойный и праведный рассказ о нацистских преступлениях на итальянской территории. Об этом сейчас стали говорить, но до 90-х годов целый шкаф, где начали было собирать расстрельные разные страшные истории о карасиных операциях. Это считалось политически некорректным, и это было до поры до времени спрятано. Это связано с историей Кастермана, историей, дорогой для Масси Мэкли, немецкое кладбище, которое тоже было учреждено в середине 50-х годов в рамках сближения военно-политического в рамках Италии и Западной Германии. Поэтому и правящие силы политические в Италии, в первую очередь христианско-демократическая партия, они были заинтересованы в продвижении того фланга, который был связан с их идеей, с их программой. И правильно говорил Пьеро Берди, что во время войны участники сопротивления нацифашизму почти не различали идеологию и католики, и коммунисты, и аполитичные итальянцы, у них был один общий фраг. Но после войны такое разделение все-таки стало существовать. И это сыграло тоже некоторую свою роль в заторможении, в запинке, скажем так, вот этого процесса описания роли советских партизан. И еще одна тема достаточно больная и болезненная, это коллаборационизм. Не только плен, о военнопленных уже стало возможным говорить, и эта тема понятная, но в Италию попали много будущих партизан, одетых в немецкую форму. Это озадачивающий фактор. И один из итальянцев, членов Анпи, он так очень кратко сказал, многие из них пришли с нашим врагом, но перешли на нашу сторону. Это в частности касалось уже упомянутых Джорджа Кутуни, Кутину, пост батальонов. Но не только в книге, которую издал Сандро Тетти, я написал целую главу о так называемых монголах, которыми в Италии стали прозывать туркестанский легион, кавказский и прочее. Они меняли часто названия, не буду углубляться в эту печальную историю, но именно эти так называемые монголы, итальянцам было трудно понять, откуда брошены в Италию, чтобы противостоять партизанскому движению, они во многом и стали той массой, откуда вышли партизаны кавказцы, партизаны из республик Средней Азии. Мы уже говорили и всегда будем говорить о Федоре Политаеве, у меня собственно моя еще детская история началась с почтовой марки, быть может вы помните прекрасная почтовая марка Героя Политаев, золотая звезда Героя Советского Союза и высшая воинская награда итальянская, поэтому это имя конечно у нас всех на слуху, и первый надо сказать прорыв историографический прорыв исследователей он был вокруг имени Федора Политаева. 65-й год в Гену состоялась по сути дела первая встреча советских историков, местных историков итальянских. Из Москвы приехал замечательный человек, я всегда стараюсь упомянуть его имя Сергей Смирнов. Я мальчиком смотрел его передачи замечательной неизвестной герои о Герои Брестской крепости. Он собственно и открыл первым имя Федора Политаева, привлек профессиональных историков, он сам был писателем. Существует фонд Сергея Смирнова, я думаю, что мы много еще там можем найти. Я в частности занимался одним азербайджанским партизаном, который отослал свое воспоминание фондs Смирнова, но пока вот еще концы не найдены. Еще много там, мне кажется, мы исследователи можем найти. Но здесь я сделаю очень кратенькое отступление. Даже на той конференции 1965 года тема коллаборационизма, печальная больная тема, естественно, обходилась. Еще не было готово общественное мнение преодолеть эту печальную страницу. И, например, Федор Полетаев погиб в сражении, когда партизанам противостояла колонна, ведомая немецкими офицерами, но они вели тех же самых монголов, то есть восточных легионеров. И об этом уже написали сами партизаны в конце 40-х годов, но затем долгое время как бы было политникорректным что ли, или не было еще готова историческая даже наука коснуться этой печальной темы. Но, тем не менее, ее трудно избежать, если мы будем касаться уже исторической действительности и истории партизан, советских партизан в Италии. Мы называем цифру 5000. Ее первым назвал в 67-м году историк Маура Галенни. Он участвовал в той конференции генуэзской 65-го года, от которой не осталось следов, не вышел сборник докладов, но, тем не менее, результат может быть главный, что Маура Галенни этой темой увлекся, очень профессионально организовал работу свою, разослал такие опросные листы по отделениям Анпи, свел света воедино, и вышел уже классический труд, которым мы все пользуемся, он был переиздан в 2001-м году уже после смерти Маура Галенни. Я уже, собственно, подхожу к концу, потому что хотел бы назвать уже своих соотечественников, которые сразу после Маура Галенни стали писать на эту тему, и тоже много очень открыли интересных и важных для нас сведений. Это Иван Куликов, который собрал много мемуарных воспоминаний, был много долга в Италии, Михаил Семеряга. Это мемуаристика, в частности, мой земляк Анатолий Тарасов написал замечательную книгу. К сожалению, я признаю своей просто болью историка, погиб музей, школьный музей, который Анатолий Тарасов в советские времена собирал, он был художником, и у него была большая переписка, и при школе, где он учился, был небольшой такой музей и кабинет. Но в 90-е годы во время приватизации это стало частной гимназией, экспонаты этого музея погибли, у Тарасова не было семьи, и концов, несмотря на все мои усилия, все мои естественные связи с петербургскими ленинградскими коллегами, концов этого музея не нашли. Это воспоминания Владимира Переладова, капитана Руссо, воспоминания Анатолия Каляскина, и, прошу прощения, Алексея Каляскина, который я публиковал, познакомившись с внуком героя, и который мне любезно передал неопубликованные воспоминания его деда. И последнее, к чему, собственно, я завершаю, хотел бы назвать имя своего научного руководителя Нелли Павловна Камолову, доктор исторических наук, сотрудник, штатного сотрудника Института всеобщей истории, которая последние годы жизни очень тщательно и внимательно занималась историей партизанского движения в Италии. Не только даже советских партизан, как крупный историк-италиинист, у нее есть и большая статья вообще на русском языке об итальянском сопротивлении нацифашизму, и я привлекаю внимание к этой статье, где Нелли Павловна, кстати, назвала другую цифру, мне кажется, уточненную историку она стоит сверхсерьезной, и поэтому если у Галени называется цифра 5000, этой цифрой мы оперируем, у Нелли Павловны Камоловой стоит уже цифра 5600 советских участников сопротивления партизанского движения, но быть может их было и намного больше, я думаю, что все мы вместе еще откроем новые имена, новые истории, и благодарю вас за внимание. До свидания. Ну, я еще вместе с вами, так что до свидания, пока. Спасибо большое, Михаил Григорьевич. Пожалуйста, я хотел предоставить слово вице-президенту Национальной Ассоциации партизан Италии Валерио Бруни. Изентите. Да, меня слышно? Спасибо, добрый день. Спасибо всем участникам нашего круглого стола, организаторам этой очень важной инициативы. Разумеется, это продолжение других инициатив, которые уже проводились в этом году. в частности инициатив, связанных с 75-й годовщиной, годовщиной победы над нацифашизмом и победы во Второй мировой войне. Мы уже не раз встречались с российскими коллегами, когда мы были на кладбище в Палестрине, где находится множество захоронений советских солдат. Земля оттуда была перенесена в Москву. Затем в Церкви Святой Катерины мы посадили оливковое дерево в память о всех павших советских солдатах в годы Второй мировой войны. Я, как было уже сказано, представляю Национальную Ассоциацию Партизан Италии. Многие задаются вопросом, как же так в таком юном возрасте, молодом возрасте я получил такую престижную должность. Ассоциация возникла в 1944 году, еще во время войны, когда в центральной северной Италии, находившись под нацифашистской оккупацией. Ассоциация возникла с двумя основными мотивами. Это прежде всего материальная помощь пострадавшим семьям и, разумеется, действующим формированием после окончания войны. Конечно же, те ценности, которые вдохновляли в том числе молодых людей на борьбу как в Италии, так и за рубежом с нацифашистским злом. А сегодня ветераны этого движения передают своего рода эстафету нам, молодым. Мы должны взять эту эстафету и бороться за идеалы демократии, за сохранение исторической памяти, которая лежит в основе всех демократических образований в Западной Европе. Поэтому я говорю сегодня от имени Национальной Ассоциации Партизан Италии. Мое выступление сегодня будет посвящено некоторым очень важным моментам итальянского вклада в нацифашистскую борьбу против нацифашизма. Италия начинает борьбу против нацифашизма до начала Второй мировой войны. Сотни тысяч итальянцев находившихся в ссылке, которые были высланы из страны, потому что они сопротивлялись фашистскому режиму. Некоторые из них были физически бриллинеи, например, Антонио Грамши, Пьеро Гобетти, братья Росселли, либералы-социалисты, Джакомо Матеотти, социалист, Дон Джованни Мензони, католик. Вот первые мученики своего рода антифашистского движения в Италии, первые павшие из-за своей позиции, выступавшей против нацифашистского режима. До начала Второй мировой войны командир Илья Баратини возглавлял движение сопротивления против итальянского вторжения в Эфиопию. Затем он уже присоединился к грибальдийским бригадам на севере Италии. Но до этого Илья Баратини возглавлял движение сопротивления в Эфиопии против итальянского засилия. Как и многие европейские народы, итальянский народ выступали до начала Второй мировой войны против нацистского засилия. Например, Баратини сражался в Гладулахаре, в Испании. Ну и многие итальянцы участвовали в гражданской войне в Испании, и многие другие борцы из Европы, из других стран мира взяли в руки оружие. Поэтому возник лозунг «Сегодня в Испании, завтра в Италии». Именно поэтому начинают использовать имена легендарных борцов за свободу, таких как Джузеппе Гарибалли, как символ свободы, национальной независимости, как-то было сказано, одним из выступавших домина. Действительно, движение сопротивления часто называют второй эпохой ресурджементо, потому что это была борьба за собственную свободу, за собственную независимость, и, конечно, эта борьба вдохновлялась теми идеалами, которые впервые были, которые впервые возникли во время движения Джузеппе Гарибалли, движения по объединению Италии. Мы вспоминаем такие имена, как Джузеппе Мадзини, героев ресурджементо Пизакане, и поэтому кровь пролита во время движения по объединению Италии. вспоминалось бойцами, которые сражались в движении сопротивления за те же идеалы свободы и независимости во время войны за независимость против нацифашизма. Война в Италии уже в сентябре 43-го года, когда было прожено перемирие и началась война за освобождение движения, массовые движения за освобождение Италии, многие бывшие военные, выходившие из регулярных формирований, выступали, вливались в ряды борцов против фашистского режима. в Италии, равно как и за рубежом, регулярные вооруженные силы так или иначе получили свое образование в течение фашистского 20-летия, впитали в себя риторику режима, но подавляющая часть итальянских военных солдат, входивших в регулярные войска после проглашения перемирия перешли на сторону бойцов за независимость. Немало примеров, мы можем вспомнить здесь, примеров, в частности, объединения политических и гражданских сил, например, в Порто Сан-Паулу в Риме, в столице Италии, в течение трех дней вместе с партизанами и гражданскими лицами, которые соединились и сопротивлялись в течение трех дней, пытались освободить, прогласить независимость Рима, они потерпели поражение, но эти три дня остаются в нашей памяти, например, на Корсике дивизии Кремона и Фреули сопротивляются наступлению немцев и опрокидывают их в море, то же самое происходило с регулярными войсками в районе Кремоны, тогда регулярные войска перешли на сторону партизан, то же самое происходило в Греции, в Кефалоне порядка трех тысяч добровольно решили сопротивляться немецкой атаке, они сопротивлялись многих, казнили, кого-то отправили в концентрационные лагеря. все это лишь немногие из многочисленных примеров того, как, того, что сопротивление является поистине народным движением, в него входили люди из народа. С другой стороны, как уже было сказано до меня, у нас в каждом населенном пункте на равнине и в горах сам народ сопротивлялся фашистскому и нацифашистскому режиму. Дело не только в том, что партизанам прятали, давали им пропитание, а в том, что способствовали непосредственному выполнению боевых задач. Многие предупреждали партизан о засадах, о том, что немецкие подразделения, подразделения официального фашистского режима двигались в том или ином направлении. Вот это было очень важным аспектом войны за освобождение. Это самое настоящее единство народа и сил сопротивления. Например, в таком городе, как Неаполь, знаменитые четыре неаполитанских дня до вступления в город союзнических войск, неаполитанцы восстали и изгнали немцев из своего города. Это лишний раз подчеркивает вклад гражданского общества в борьбу с нацифашизмом. За этим последовала безжалостная оккупация со стороны немцев и остатков фашистского режима. я говорю о создании Икальянской социальной республики в городе Сало. Тысячи жертв, пяти тысяч эпизодов массового истребления населения, самая настоящая гражданская война, которая возникла в результате попыток подавить всплески сопротивления. И в этом смысле Италия была разделена на две части. На юг, где уже были союзники, на центр, центральную Италию, которая постепенно переходила на сторону сопротивления севера Италии, который еще сопротивлялся этому движению. и в этом смысле сопротивление приобретает еще большую значимость, потому что речь идет о опыте всего народа, который привел в конце концов к победе 1945 года. Сопротивление народа, критическое отношение участников регулярных военных формирований, отношение и вклад солдат итальянских. Более 600 тысяч солдат, которые оказались в немецких лагерях, потому что они отказались участвовать, то есть вливаться в итальянскую социальную республику Соло, то есть ворота на стороне режима. Прекрасная книга Александра Другая сопротивление, вот он был как раз в числе интернированных военных и говорит о собственном опыте в этой книге. Поэтому движение освобождения, конечно же, представляет собой богатую мозаику важных фактов. Конечно же, партизанские формирования были нерегулярными формированиями, то есть это была своего рода асимметричная война против куда более сильного врага, более организованного врага, когда союзники вошли в Рим, например, и когда они освобождали другие итальянские города, такие города севера, как Милан, например, самоосвободились. жители этих городов встречали союзников с высоко поднятой головой, потому что они, несмотря на более слабую позицию, отсутствие всяческих средств для этой борьбы, и не менее боролись из последних сил. В этой связи я хотел бы особенно подчеркнуть важную роль римского сопротивления. Только в прошлом году это движение получило золотую медаль воинской доблести за свой вклад в освобождение Италии с сентября 43-го года по июня 44-го года каждый день происходили факты атак партизанских формирований. И в этом смысле партизанское движение внутри европейской столицы самая крупная атака партизан в городе на Виа Розейла была предпринята именно в этот период. Помимо этого множество выступлений жителей города часто происходили. Меня слышно так? довольно много времени. Кэм и сентября? И сентября? Видимо он не слышал вашу реплику потому что он не слышит перевод пока. Напоминаем вам о регламенте темпо. И сентября? сентября? Не сентите? Сентября? Моцем проблема дитемпо. А окей. А окей. Если он просто не переключил звук на перевод. Си. В заключение я хотел бы сказать И еще раз подчеркнуть вклад римского сопротивления, которое только в прошлом году удостоилось золотой медали воинской доблести. Сопротивление было как в горной местности, так и в городах. Разумеется, это движение не обходило без жертв. О чем это говорит? Это говорит о том, что итальянский народ, представленный партизанским движением внутри городов, берет в свои руки собственную судьбу и борется против превосходящих сил соперника. Именно это свойство итальянского народа закреплено в итальянской конституции. И наш основной закон, проглашающий всеобщее равенство, прописывает историю борьбы с нацифашизмом. Как в первой своей статье «Корельская республика основана на труде», так и в последних статьях. Еще раз хотел бы поприветствовать вас от лица Национальной Ассоциации «Партизан». Мы готовы и в дальнейшем участвовать в подобного рода инициативах. Спасибо. Спасибо, сеньор Броня. Прежде чем предоставить слово следующему выступающему, я хотел бы, уважаемые участники нашего собрания, извиниться перед вами. У меня сейчас следующее мероприятие. И дальше нашу конференцию будет вести член правления Российского исторического общества Константин Певнев, человек, который внес, наверное, определяющий вклад как в подготовку нашей сегодняшней встречи, так и, в принципе, в эту большую работу по российско-итальянскому сотрудничеству на таком историко-мемориальном треке. А сейчас я хотел бы передать слово старшему научному сотруднику Центрального музея войск Национальной Гвардии Российской Федерации Виктору Магомедовичу Магомедханову. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Вас приветствует Виктор Магомедханов, как уже было сказано, представитель Центрального музея войск Национальной Гвардии. И я также представляю патриотическое движение «Мы из Ельца». Хотелось бы сказать большое спасибо российскому историческому обществу за приглашение принять участие в данной конференции. Мой рассказ будет небольшой об одном из партизан, который воевал в партизанских отрядах не только на территории Советского Союза, но и на территории Италии и Югославии. Так сложилась его судьба. Всем известно, что на территориях временно занятых оккупантами советские и европейские патриоты создавали партизанские отряды, которые своими активными действиями всемирно помогали Красной Армии, а позднее и армиям союзных держав громить общего врага, нанося моральный, материальный ущерб и изматывая его силы и боеспособность. Я хочу рассказать Анатолию Игнатьевичу Дьяченко, которому волей судьбы суждено было стать советским, итальянским и югославским партизаном, а также офицером Народно-освободительной армии Югославии. Родился Анатолий Иванович 20 ноября 2014 года в городе Богодухов, Харьковской области. К 1940 году успел закончить техникум, пройти срочную службу в качестве матроса Техоокеанского флота. С началом нападения Германии на Советский Союз добровольно вступил в ряды партизан. В период Великой Отечественной войны неотъемлемой частью всеобщей борьбы советского народа против германских захватчиков стало партизанское движение. В рядах партизан действовали выпускники партизанских школ Народного комиссариата внутренних дел, одной из которых в Харькове руководил офицер органов госбезопасности Максим Константинович Кочегаров. Среди воспитанников школы был и командир диверсионной группы Анатолий Яченко, воевавший в тылу врага в Белоруссии и на Украине. После поражения немецких войск под Москвой в декабре 1941 года и общего наступления Красной Армии зимой 1942 года наметилась активизация партизанского движения. На Украине особенно удачно действовали объединенные отряды, которые базировались в северных районах Черниговской и Сумской областей. По данным НКВД Украинской СССР, только за период с 1 августа 1941 года по 1 марта 1942 года советские партизаны уничтожили 1652 объекта военного назначения, в том числе взорвали 27 вражеских эшелонов. Потери противника в боях и диверсиях оценивались 12 тысяч солдат-офицеров. В статье «Не попадись партизанам» армейской газеты «На страже Родины» тонко было подмечено о народном противостоянии оккупантов. Страхование от огня партизан фирмы Гитлера и Гиббельса на себя ответственность не берет. Это невозможно. Как можно застраховаться, когда этот огонь неимоверно усилен всенародной ненавистью к фашистам, местью и гнилом? Летом 1943 года, будучи раненым, Анатолий Дьяченко был арестован немцами и этапирован в лагерь на территории Италии. С группой товарищей совершил побег, после чего итальянскими партизанами был переправлен в Югославию, в район славецкого города Кобарит, где в октябре 1943 года вступил в партизанское соединение Народной освободительной армии Югославии. Анатолий Игнатьевич воевал в рядах 18-й славянской народно-освободительной ударной бригады Базовицка. Кстати, часть материалов удалось получить из книги Массиму Экли о советских партизанах в Италии. В Италии и Югославии действовали партизанские отряды, состоящие как из местных жителей, так и представителей различных стран и народов, среди которых были целые подразделения, имевшие в своем составе советские граждане. В составе подразделения Дьяченко воевал командиром отделения, роты, батальона, а с января 1945 года в должности заместителя командира бригады с последующим присвоением звания майора Югославской армии. Позднее Анатолий Иванович командовал 1-й русской ударной бригадой, которая состояла во многом из советских граждан, бывших военнопленных, коллаборантов, перешедших на сторону партизан, а также бывших соотечественников, покинувших Россию после событий 1917 года. Стоит отметить, что в 1944 году только на территории Северной Италии и Словении 2-м русским батальоном под командованием Дьяченко было совершено 54 нападения на опорные пункты коммуникации нацистов и их союзников. Проведено 86 боев с подразделениями противника. Доблестные русские не раз отмечались за боевые заслуги в приказах командования. Так действия партизан в Словении привели к тому, что итальянская оккупационная армия была фактически отрезана по суше от своих основных сил в Италии. Иославские партизаны сковывали около 30 дивизий противника, которые были столь необходимы нацистам на советско-германском фронте. Илья Григорьевич Таринов, состоявший в 1930-х годах сотрудником отдела по подготовке к партизанской войне разведывательного управления при генеральном штабе Российской Красной Армии, Крупнейший специалист по партизанским диверсиям особенно отмечал Гиченко, командовавшего русским партизанским батальоном в составе 18-й ударной бригады, отличившейся в боях с нацистами, не только в Юославии, но и в ходе рейдов по северо-западным районам Италии. Опыт действий русского партизанского батальона, выросшего в ударную бригаду, показал, как велики были возможности борьбы с врагом в его тылу. Первая русская ударная бригада, многонациональное подразделение снискало себе славу под командованием Анатолия Дьяченко. За мужество, проявленное в борьбе с фашизмом, 256 ее бойцов были награждены югославскими орденами и медалями за храбрость, а сам командир стал кавалером четырех югославских орденов. В Советском Союзе за боевые отличия в годы войны Дьяченко был награжден медалью за победу над Германией, орденом Красного Знамени и Отечественной войны второй степени. Пример Анатолия Дьяченко красноячиво говорит о том, что партизаны в тяжелейший для государства и общества период оказали значительное влияние на ход войны и на ее конечный результат. Партизанская борьба на территории Советского Союза и стран Европы, отвечающая коренным интересам не только народов нашей страны, но и народов всего мира, стала важной частью сопротивления нацистской Германии и ее сателлитам. Партизаны способствовали перелому Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне в целом. Партизанское движение в СССР и движение сопротивления в Европе объединяло в своих рядах представителей десятков национальностей, как местных жителей, так и бывших военнопленных. Разные судьбы этих людей, воевавших на советской территории и в европейских странах, схожи в одном – в деле борьбы с общим врагом, в том, что они, не жалея своих сил, жертвуя своими жизнями, приближали общую победу. И в заключение я бы хотел сказать, вот сейчас попробую вам показать ряд фотографий. Скажите, пожалуйста, видно фотографию? Ничего пока не видно. Не видно. А вот сейчас. Вот теперь видно. Да, вот это как раз бригада, которой командовал Анатолий Дьяченко. Вот это еще одна фотография. Он стоит в центре перекрестия знамен. А сейчас я вам хотел бы маленькую историю рассказать, буквально в двух словах. Благодаря Массиму Экли, благодаря его книге о советских партизанах в Италии, нам, представителям, в том числе патриотического движения «Мы из Ельца», удалось установить небольшие данные о двух партизанах, участниках итальянского сопротивления, уроженцах Елецкого района, в настоящее время Липецкой области, Российской Федерации, которые на данный момент числятся без вести пропавшими по Центрального архива Министерства обороны. А благодаря предоставленным данным Массиму Экли, нам удалось немножко просветить их дальнейшую судьбу, проследить и найти родственников этих солдат. Один из них Бурдуков Иван Иванович, а второй Киселев Михаил Иванович, которые, как оказалось, воевали, попав в плен, бежали и воевали в рядах итальянского сопротивления. Вот один из документов, составленный на Киселева Михаила Ивановича. И вот нам удалось найти его родственников, родной брат жив, живет в Ельце, Липецкой области. И нам удалось встретиться, передать книгу Массиму Экли, рассказать о дальнейшей судьбе этого человека. Вот. И мы, конечно, еще раз хотим выразить благодарность и признательность Массиму Экли за такую работу по сохранению памяти о наших солдатах, о нашем боевом ратном прошлом. Спасибо большое. Все, я закончил. Добрый день, уважаемые участники конференции. Слово предоставляется Флориано Рецетти, президент по национализации партизан Италии в городе Падуе. Бонжурно. Добрый день. Я не знал, что нужно подготовить какую-то реляцию к нашему круглому столу. Я познакомился с Массимом Экли в прошлом году. Я президент АнПИ, то есть Национальной ассоциации партизанов Падуе. Большое спасибо за приглашение. Я повторяю, не подготовил специальный доклад, но несколько вещей все-таки скажу. Как я уже говорил, с 2006 года мы открыли нашу ассоциацию, и для тех, кто не участвовал в партизанском движении, вот я одна из них. Мы провели целый ряд исследований, интервью, сняли фильмы о последних партизанах, оставшихся в живых. Мы подняли архивный видеоматериал для того, чтобы предоставить свидетельство их жизни и деятельности тем, кто придет после нас. Это очень важный вклад в создание нашей страны, демократической республики, основанной на Конституции, к сожалению, во многом не притворенной в жизнь. В этом смысле я хотел бы подчеркнуть научную обоснованность сделанных сегодня сообщений. Могу лишь аплодировать выступавшим. Сейчас, когда мы выходим из периода карантина в Европе, мы думаем о том, что многие достижения Европы последних 50 лет обязаны своим успехом именно в борьбе и успешной борьбе с сопротивлением нацио-фашистскому режиму и тем демократическим достижениям, которые были осуществлены в результате этой борьбы. Мы знаем, что в частности в нашей Конституции, в 12 главе Конституции запрещается возрождение и апология профашистских, пронацистских движений. Впрочем, применение этих статей, естественно, ограничивается положением о свободе слова. Кто-то выступает за реставрацию каких-то положений, которые являются апологией в фашистском режиме, говорят о достижениях этого времени. Тем не менее, это происходит в Италии и в других европейских странах и в мире. И мне кажется, что подобного рода поползновения им уделяется мало внимания, а к этому нужно относиться очень ответственно, очень серьезно, притекая подобного рода проявления на корню. И это, естественно, беспокоит меня и членов нашей ассоциации. Мы проводим большую исследовательскую работу, пишем книги, снимаем кино. Но незнание нашей истории, конечно же, ведет к целому ряду последствий и распространению, в том числе и медийному распространению подобного рода фактов. Мы должны бороться против невежества, невидения и всячески преодолевать подобного рода лакуны, заполняя их истинным знанием, истинными свидетельствами памяти, что, естественно, подчеркивает ценности демократии и свободы. Я вхожу в том числе в Национальный комитет, Национальная ассоциация партизан Италии, а также Ассоциация Арчида Черви, которые находятся, я не знаю, знаете ли вы об истории семьи братьев Черви, которые были убиты в 43-м году. То есть это произошло еще до перемирия 8 сентября. Это герои антифашистской борьбы, и в этом смысле я активно участвую в работе ассоциации и отстаиваю основные ценности этой ассоциации с точки зрения того, о чем говорил мне массиво несколько дней назад. В Чиро де ла Валарега был убит один из советских партизан в ноябре 44-го года. Здесь подпадает еще одна участница партизанского движения в провинции Вербании, Вальгранне, которая вышла замуж за грузина, в том числе участника сопротивления. Он умер несколько лет назад. Разумеется, есть и множество других фактов, которые еще ждут своего открытия. Речь идет о российских военнопленных, советских военнопленных, которые после освобождения или после побега из нацистских лагерей активно участвовали в движении сопротивления. Мне очень интересно было прослушать доклад фонда Николауса. Что-то я понимал по-русски, но очень мало. В общем, кроме слова «спасибо» еще нескольких расхожих выражений, я, к сожалению, ничего по-русски не знаю. Но очень интересно затем будет посмотреть в записи наш круглый стол, воспользовавшись синхронным переводом. В том числе очень приятно было услышать поэзию, которую читала нам госпожа Пушкова. Но в целом, конечно, я вынесла очень живое и интересное впечатление от вашего стола в нашем регионе, в регионе Венето. Я думаю, что российские участники это очень хорошо знают, гордятся своим Курганским университетом, откуда я сейчас говорю. Это второй по дате своего основания университет. В прошлом году ему исполнится 800 лет, и он тоже удостоен медали за доблестное участие в движении сопротивления, в котором участвовали, в частности, и наш недавний ректор Эмин Гейти, и Эвджинио Кульетти, и многие другие заслуженные преподаватели нашего университета, который был центром сопротивления, в том числе Гарабальдийского сопротивления. Это единственный университет в Италии, наряду с университетом в Осло и другими учебными заведениями, преподаватели которого и студенты принимали непосредственное участие в движении сопротивления и являются героями сопротивления. Многие из них погибли во время этого периода. И это был вклад нашей интеллигенции, в том числе в движении сопротивления. И в этом смысле наш вклад в создание солидарной системы не только в городе Падуэ, но и в городе Тревизо, в городе Белуно и в других городах Доломит, не говоря уже о Вероне, но в частности холмистая местность, 500-600 метров над уровнем моря, конечно, не позволяла проводить активную борьбу, в том числе в горах, как это было в Пьемонте. И еще раз благодарю за приглашение получаствовать в вашем замечательном круглом столе. Мне было очень приятно услышать доклады, хотя я с небольшим опозданием присоединилась к вам. Еще раз благодарю всех вас и шлю вам искренний привет. Всего доброго. Спасибо большое, Флориано Рецетти, что присоединились к нашей беседе. Очень интересно было вас слушать. Слово предоставляется Массимо Экли, которого предоставлять не нужно. Его знают практически все участники сегодняшней конференции. Не слышно, Массимо Экли. Да, извините, я с опозданием, мне сразу микрофон нажал. Прежде всего, я хочу поблагодарить всех участников в этой нашей конференции. Это организатор Российско-историческое общество. Хотел прежде всего поговорить также Михаила Талалая особенно, потому что в моей книге он предоставил много материалов, документов, и мы с ним взаимно обмениваемся материалами, потому что он изучал, если я не ошибаюсь, сначала историю Первой мировой войны, и ему нужны были некоторые данные о российских гражданах, которые участвовали в Первой мировой войне, в том числе связанные с Италией. Мы обменялись очень многими документами, материалами по этому поводу, поэтому мы прекрасно сотрудничали, и я глубоко его уважаю. Он тоже предоставил мне много материалов, и его сотрудничество было крайне полезно. Мы в последнее время сотрудничаем и с Ильхамом Абасовым по поводу азербайджанцев. Их очень много участвовало. И что я хочу сказать? Хочу сказать, что в последнее время в круг моих интересов особых ходит, и то, что меня всегда волновало с детства, это немецкое кладбище в провинции Вероны. Почему? Потому что это кладбище немецкое, я его видел с самого детства, и я спрашивал, почему вот это огромное кладбище в этом месте, где всего 800 жителей, и там похоронено около 30 тысяч человек. И вопрос очень простой. Вот я, в общем-то, вчера буквально просматриваю некоторые материалы, многие узнал, что многие советские люди там похоронены, и не только солдаты вермахта, но и партизаны. Не только благодаря данным, которые мне предоставили Ассоциация партизан Италии, отделение Брэши, Падуи, по многим некоторым советским гражданам, которые похоронены на немецком кладбище. Например, Ермоленко, который был убит в провинции Падуи. Я не помню уже имени, но установлен факт, что он погиб именно там. И вчера я посмотрел некоторые материалы, где говорилось, что в советском, в советских источниках написано, что он не на немецком кладбище похоронен, а просто в провинции Падуи. Поэтому нет еще вот таких точных, понимаете, данных и материалов, которые есть, вот, изданы еще в России. С одной стороны, сведения правдивые, но не уточнено там не внесены некоторые поправки, что касается всех советских людей, которые которые похоронены на немецком кладбище, вот, не исключая никого, вот, такие уточнения не были уточнены. Что касается Брэши, там установили Руденко и Селиванова, они похоронены там. И вот отделение Анпи в Брэше, мне даже не поверили, что они там похоронены, но я представил им фотографии, я был на могиле и установил точно вот это конкретный номер захоронения, и они тоже туда съездили, сфотографировали, подняли архивные документы и обнаружили, что Руденко и Селиванов, которые участвовали в партизанском движении в провинции Брэша, похоронены именно там. Затем в Трентину-Альто-Адидже области, там, например, похоронены советские партизаны на немецком кладбище, и там же мы обнаружили одного из участников движения, который освобождал северные города Италии в провинции Тренту и на севере провинции Верона. Это Эудженио Имперо и бригада Гобби. И многие из солдат были выходцами из Советского Союза и похоронены на немецком кладбище. Еще одна вещь, которую я очень близко к сердцу воспринимаю, это как раз вот Верона, где и расположено это кладбище, упоминавшееся мной, где сражалась партизанская бригада, потом вошла она в дивизию, которая речь здесь идет конечно здесь связи с Бадуанским университетом, который был центром формирования, а потом дивизия Гареми, Гареми, который формировался недалеко от Акваро-Терме, не знаю, могу ли показать вам свою карту, вот она, вот это, видите, этот район, вот Падуэ, Дальше, вот отсюда, Центральный комитет освобождения Падуэ стал формировать отряды здесь сразу после подписания договора. Вот этот район, где точный район действия дивизии Гареми, и оттуда некоторые из них отбыли для действий в районе вот в этом районе, где действие, которое было очень важным районом для поставок продовольствия в немецкую армию. Они контролировали Корно-Даквильо и Монте-Бальдо и всю Вальдадидже, всю долину Адидже. Их задачей было формирование партизанской бригады в Монте-Бальдо. Потому что из этой точки уже они могли контролировать передвижение немецких войск на север. Поэтому шесть человек уже они знали, что там были отдельные солдаты, отставшие от своих подразделений, которых надо было собрать вместе. Эти шесть человек, они были подготовлены военном отношении для того, чтобы выполнять эту задачу. Они подготовили их, отправились туда и выбрали специальную систему, как сопротивляться немцам. Там это поскольку там нет растительности на вершине гор, там надо действовать очень осторожно. И в этом районе бригада Вязани не могла прятаться эффективно. И поэтому им нужно было выбирать определенные места, чтобы продолжать свою борьбу. И отсюда я узнал, что в Вязани было много советских солдат. Примерно 30 человек, около 30 человек. И эти люди они вошли в состав бригады Вязани в Вязани и были таким образом я спрашивал у Джорджи Кутино в частности знала ли она что-либо об этом, потому что из Вероны эти люди американским командованием при помощи американского командования при их посредстве вернулись в Советский Союз через Бари. А оттуда уже в Австрию не знаю каким образом, почему такое было принято решение о таком маршруте. Вот они в Советский Союз возвращались таким образом из Вероны в Бари в Австрию там в Одессу потом как фильтрационный пункт. Что касается опять возвращаясь к немецкому кладбищу, здесь много видите вопросов, обвязаний тоже много остается неоткрытых, еще тайн. И что касается района Гарда, где была Итальянская социальная республика, здесь тоже очень много предстоит нам изучить. Я на этом хочу вас поблагодарить и большое спасибо за участие и за внимание. Максим, спасибо большое за доклад. На самом деле у Максима есть своя страничка на Фейсбуке, где он регулярно выходит на связь и популярно рассказывает о том, как проходит его изыскание по тем моментам, которые касаются советских президентов в Италии. Хотел предоставить слово исследователя движения сопротивления в Италии Сандро Тетти, который является еще уважаемым издателем, известным не только в России и Италии, но и по всему миру, который вложил большой вклад в нашу тему советских партизан. Прошу. Здравствуйте, слышно? Алло? Да, слышно. Да, здравствуйте. Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить российско-историческое общество за то, что делает, за внимание, которое уделяется связи между нашими странами. Тут поэтому я начну с вас. Приветствую вас и всех присутствующих. Очень много из них это мои знакомые или мои друзей это госпожа Пушкова, Бельди, профессор Талалай, Торембини и исследователи из Баку, Иркам Абасов и другие. Бельди, господин Бельди и так далее. Мне хотелось бы да, у меня такое образование международное обращение, история, но прежде всего я занимаюсь издательским делом и тут есть самый болезненный момент, который никто пока не затрагивал, это то, что мы делаем, это естественно прекрасно, то, что делает профессор Экли, это чрезвычайно важно, и я знаю, что большой и профессор Талалай тоже, естественно, то, что было сделано, это прекрасно, это не все, это эти поиски, эти исследования продолжаются, но самое главное, это дать отпор пропаганду, которая неустанно ведется в цели искажения истории, истории второй моряовой войны, истории в целом. Вот проведу пример, в Италии есть одна женщина, которая выжила там ужасов концлагерей, итальян, это итальянка, это еврейка, но недавно я был шокирован, когда по телевизору посмотрели ее интервью, она сказала, да, я была в Освенции, Ахшвейц, и там действительно освободили нас советские солдаты, Красная Армия, но дело в том, что она еще потом добавила, я до недавнего времени с высоким признанием и уважением к этому относился, к русским там, советским бойцам, но когда узнала, что систематически и организованно советские солдаты стали изнасиловать немецкие женщины, немецкие девочки, просто мне тошнило, и сейчас я не могу даже об этом говорить и так далее. Вот представьте себе там пропаганда дошла до таких масштабов. Кроме еще один пример. Много уважаемый известный с мировым именем мой друг профессор Лучано Камфора, который долгие годы и в Германии преподавал, в Гайдерберге, преподавал в Сорбоне, преподает в Баре и так далее, и так далее. Он в одной книге, которая вышла в Италии и в других странах, написал, что он считает неизбежным и неприступным факт Молотова и Риббентропа. Что произошло? И недавно немецкое издательство отказалось, цензурировало его и отказалось публиковать эту книгу. Именно поэтому, именно потому что он защищает Пакт Молотова-Риббентропа. Вот. Можно будет, перекажу на итальянский язык, поскольку тут преобладают италоговорящие. Можно? По-русски? Лучше по-русски. Хорошо, хорошо, давайте. Ты можешь по-итальянски, пожалуйста, как хочешь, Сандро. Я хочу сказать, сейчас мы должны сделать как можно больше не только публикаций, потому что вот я издаю итальянский вариант книги, дополненный итальянский вариант книги профессора Экли. и но это только один момент. Первый момент это, естественно, исследование, написание это. Второй момент это издание, но третий момент это промоушен эти книги. Это организация там презентации, это организация допустима много рецензий. И вот тут уже обращаюсь к Дарье Пушковой, потому что она просто блестящий организатор и я мог бы тут в Риме вместе с ней там что-то организовать и еще к Ампи, потому что Ампи имеет по всей Италии очень много очень много организаций и мы могли бы эту книгу там просто организовать целый кавичка гастроли, чтобы по всей Италии организовать презентации, дискуссии по этому поводу. Граци, Сандро, кон пьячере. Ага, бене, бене, бене. И обращаюсь с... Довольствием принимаю твое предложение, говорит Дарья. ... невлиятенному человеку, другу, господин Торембини. Торембини, живя в России, имеет теснейшие контакты с итальянскими предпринимателями, с итальянскими структурами. Мы могли бы совместно тоже организовать и в Ироне, допустим, ежегодно, когда проводится уже помимо этой организации Коношеры Уразия организуется такой международный симпозиум и вообще на протяжении всего года организуют другие мероприятия. То есть нам нужно не только издавать, издать, но это и и презентовать эти все книги. И, к сожалению, их совсем мало по сравнению с теми, которые выходят постоянно и которые искажают историю. Вот, например, был академик Чубарьян. Я его знаю лично, потому что он дружил с моим отцом. И, вы знаете, тогда, когда была мощная советская Россия, за пределами страны издавались очень много книг. И в том числе такие фундаментальные, хотя они тоже были испорчены через чур, так сказать, влияние пропаганды, коммунистической пропаганды. Но все-таки история, всемирная история Академии наук СССР мы издали, издательство моего отца издало на 13-том на издании. И вот я хочу вам показать, что вот эта книга целиком и полностью посвящена Второй мировой войны. И с картами, и со всеми этими. Вот все, что было, сейчас, к счастью, Россия там стала снова на ноги и сейчас бралась за эту проблему большую там действительно. Вот мы кроме книги профессора Экли скоро будем выпускать другую книгу Владимира Мединского о Второй мировой войне с предисловием как раз упомянутой профессора Камфора. И еще другая книга, которая отражает эти проблемы искажения истории и даже упоминает неоднократно Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Это книга как раз господина Пушкова, Камфора которая описывает историю последних 25 лет Российской Федерации и конец Советской России. Вот поэтому еще раз спасибо за то, что организовали все это и мне хотелось бы наладить сотрудничество и с Ампи и конечно уже мы сотрудничаем с госпожей Дарьей и еще с вами непосредственно я изучал сайт Рио и там есть очень много публикаций многие из них естественно это сугубо местные а другие были бы вполне приемлемо издавать их в Италию но опять-таки не только издавать чтобы как на русском говорится там чтобы поставить галочку а чтобы действительно эти книги были объектом обсуждения там дискуссии и читались продавались и представались большое спасибо за внимание спасибо большое Сандру Тетти слово представляется Ильхаму Абасову научному сотруднику отдела социологии института философии национальной академии наук азербайджана прошу здравствуйте меня слышно да хорошо слышно приветствую всех с кем знаком лично и с кем заочно моя тема выступления там из легиона в партизаны тема обширная большое количество людей участвовало в этом движении сопротивлением причем очень достойно и боролись до конца к сожалению имен множество мы до сих пор не знаем чьи-то имена указаны как просто допустим Коля из Баку других сведений об этом человеке не осталось чьи-то имена искажены до каких-то допустим переименований он был Али а в Италии или на значит или в Словении стал он Александром да или там что-то подобное ну первым делом я хотел бы здесь конечно демонстрацию экрана да если не возражать чтобы показать с чего это начинается вот хотел бы показать самое первое это вот диверсионная группа Мехти Гусейн Заде по прозвищу Михайло он воевал на территории Италии это город Пьест и Словения о нем можно сказать следующее единственный герой Советского Союза в Югославии которая воевала по оценке кандидата исторических наук Татьяна Семеновна Бушкова около 8 тысяч советских партизан первый среди четырех героев Советского Союза партизан воевашен территории Европы советских партизан и уничтожил суммарно примерно около тысячи значит сил живой силы противникам в разных диверсиях и прочих значит акциях о нем впервые упомянула итальянская газета газета итальянских коммунистов Унита в 49-м году небольшая заметка о герое партизане Михайло с Кавказом к сожалению когда я был в Риме в национальной библиотеке найти ее не удалось весь архив они перевели на машинный способ и таким образом к сожалению мне не удалось найти но может быть с чьей-то помощью тех кто слушает кому-то интерес возможно будет найти также Михайло упоминало толстый справочник изданный до 71-го года и находившийся в офисе АНП в Риме о нем этот этот справочник показывал Роберто Ватерони значит обладатель золотой награды за воинскую долблисть и указывал что там есть статья где указано что он за Дем Мехти Хусейн к сожалению сколько я не обращался в Италию и в АНП офисы и к исследователям этот справочник найти не удалось вот уважаемый Михаил по моей просьбе сходил в Миланскую библиотеку и к сожалению нашел вы знаете экран видим плохая связь вашу презентацию мы не видим я открыл пожалуйста еще раз подключить я пытаюсь это сделать но к сожалению вот так видно пока не видно видно фотограф нет к сожалению не получается ну тогда я просто буду рассказывать и значит вот этот справочник он очень важный там перечисляются советские партизаны в движении сопротивления Италии и было бы очень здорово их заново переиздать современными нами найденными вот всеми если аккумулировать эти современные знания было бы очень здорово уточнить потому что на период издания этой книги 71 год очень многого не было известно то есть это находилось в 80-е в 90-е вот и в нынешнее время далее я хотел бы перейти к значит такому человеку как Али Бабаев он к сожалению в итальянских источниках не указан и известно до сих пор известно даже в АНП известна только его кличка Пьетто этот человек возглавлял батальон имени Чапаева в Близудине и отличился при нападении на тюрьму в этом городе когда без единой потери освободили 73 человека которых приговорили к расстрелу там участвовал еще один азербайджанец он указан как Михаил по кличке Моска насколько мне позволяет мои знания итальянского интерпретировать и перевести это либо Москва либо Муха первый вариант более предпочтительный ну мало ли я не знаю почему его так назвали но москвич звучит более весомо чем название насекомого но тем не менее эти люди там воевали и к сожалению я сейчас почему-то не могу продемонстрировать но сейчас так видно да появился а вот это это Мехтюксензаде это его диверсионная группа интернациональная вот этот человек видно да если вот стрелы это до сих пор неизвестно его подлинное имя кто такой просто известно что он из Австрии австриец и он почему-то шел как фриц по такой значит кличке так вот Али Бабаев я сейчас открою будет видно да Константин да все видно а вот это значит партизанский документ Али Бабаева он до сих пор хранит оригинал хранится в архиве КГБ ну национальной безопасности и здесь четко видно Али Бабаев Пьетто вступил в партизанское соединение 25 марта 1944 года и указана его должность командир батальона командант и так далее это значит его другой партизанский документ удостоверение видно да вот 1 мая 41 года и здесь внимание привлекает вот эта фраза он должен быть награжден серебряной медалью к сожалению этот человек куда только не обращался до Брежнева и Луиджо Лонго но этой награды ему таки не вручили он умер в 85 году и к сожалению большинство современных итальянских следователей его имя неизвестно абсолютно то есть они знают его по кличке Пиотто с большим сожалению здесь вот написано что он командир батальона Чапаев и так далее вот это он сам Али Бабаев по кличке Пиотто это его боевой товарищ по кличке Моско Михаил насколько я смог разобраться его на самом деле звали Орудж я не очень быстро говорю итальянский товарищ успевает вот об этом соединении батальон Чаваев и Диаболе Росси была написана книга и здесь они упоминаются эти оба товарищи вот он азербайджанец по кличке Моско превосходный стрелок и кавказец Пиотто вот здесь также можно было бы секундочку вот этот документ видно да это я взял с официального сайта АНП по поводу этого нападения на тюрьму и где здесь указывается что это опубликовано значит в июле 2010 года то есть до сих пор Али Баба знает только по кличке Пиотто и то что он был дезертером из вермахта так дальше у нас да с этим следующее у нас идет Мамед Багиров чем он примечательен он единственный советский партизан из 5600 человек как установил профессор Камова в 1991 году который получал итальянскую пенсию начиная с 1980 года указ об этом подписал президент Сандер Пертини сам активный участник движения сопротивления вот это почетный диплом Мамеда Багирова вот здесь видно сеньор Мамед Багиров Самедович партизан насколько мне известно это единственный человек который получил в СССР диплом Мамед Багиров ни у кого больше его не было здесь очень интересно а это у памятника значит насколько я понимаю Барандовскому по прозвищу Пауло Иван Барановский из Нальчика его установление родственников Мамед Багиров принимал активное участие переписывался находил слал письма и так далее это тоже очень интересный момент итальянский товарищ наверное не знает этого числа вот это 97-й год сентябрь месяц Мамед Багиров партизан был включен Гидаром Алием в состав официальной делегации в Италию сентября 97-го года и хотел бы узнать по поводу вот этих наград что за крест сколько я не пытаюсь найти информацию в интернете но не могу в азербайджанские источники пишут это орден слабый итальянский но у итальянских у итальянцев такой награды я не нашел так с ним значит все следующий у нас будет такой товарищ какой товарищ Алир Исаев по поводу Серафину он воевал в бригаде Фиамо Верди в мае 45-го был включен в итальянскую коммунистическую партию у него был сын по имени Сальбо Маурицо насколько мне известно он адмирал флота Италии но к сожалению его данных я найти не могу было бы очень интересно сейчас найти ему около 70 с чем-то лет но к сожалению других данных нет это его сыновья Таира Исаева он их назвал именами боевых друзей Фурман и Фурман и Герман это боевые товарищи из интернационального отряда это его боевой друг который тоже с ним воевал Насип Абдулаев из Янджи вот у него очень интересная награда Крест тоже непонятно что это такое что за награда я обращался в секретариат Фиаме Верди но к сожалению господин секретарь был очень груб и не ответил на мой вопрос видимо не знает не имеет информации первая поездка Таира Исаева в Бергаму с боевыми товарищами он там был примерно две недели в апреле мая шестьдесят седьмого с большим теплом его встречали боевые товарищи а Луиджо Лонго после этой встречи послал ему в Руставе где жил Таир Исаев его боевую награду звезду Гарибальди это обложка фильма посвященному Таиру Исаеву его звали Серафину снят в семьдесят четвертом году сейчас работаем над тем чтобы перевести субтитры перевести на итальянский язык думаю итальянским коллегам будет интересно сейчас он есть на ютубе на русском и азербайджанском языках следующее это очень интересный момент здесь почему-то написано бригада Чао но должно быть Кайо они воевали близ Петченца это двадцать четыре азербайджанца под командованием Мамедова Магерана вот здесь написано команданты и что интересно среди них был здесь написано Американов Азур на самом деле Амирханов Ашут он погиб в бою за Бэтпол двадцать третьего февраля сорок пятого и уникальный момент в честь него бригада Кайо назвала отряд команды Американов насколько мне известно таких случаев больше не было есть информация о том что Форемос Лашвили в честь него было названо но на итальянском языке там подтверждения не нашел вполне возможно что может быть но вот насчет Американова это достоверная информация она подтверждена вот интересно что два человека из этого отряда можно тебе секундочку можно тебе секундочку извини на счет Американова я написал Петеру и мне говорили очень много раз написали что его там нет ну может быть собрали обратно вот останки я не знаю но говорят что там его нет его имя есть на стелле 20 сентября в центре Генуи под этим мостом то есть он есть как бы а вот к сожалению могилы не указаны вот эти два человека на обложке книги Маура Галени Чао Русси они попали вот эти ребята воевали с Американовым они попали вот на обложку и довольно забавно что Чао Русси привет русский или пока русский и вот два азербайджанца были использованы Мехлантала Лай ну точнее Сандра Теки или имя обоими обороте в надписи вот Шамил Шамилов Энвер и Алиев Али я их тоже нашел документы они к сожалению давно умерли но вот некоторая часть есть информация Дальнейшим у нас идет значит Хилал Джавадов вот он в центре сидит командир интернациональной группы советских партизан вот рядом с ним неуказанный русский из Белоруссии это русский из Москвы Иван Мельников это Энвер Абазады из Гянджи это Аллах Эрди к сожалению фамилия неизвестная а этого человека имя тоже неизвестная вот эти люди воевали были спиаченцы были награждены в конце когда их значит обратно в СССР отправляли денежными премиями а вот могильный камень обелиск партизана здесь написано с ошибками не партизану а партизан на латинице Гусейнов Вилаят с ним связана легенда что он арестовал Муссолини что неправда он погиб 30 декабря 44 года физически не мог принимать участие в аресте Муссолини но вот такая информация есть в азербайджанских учебниках и вот именно это меня подтолкнуло в 85 году интерес подняло интерес к итальянскому сопротивлению и с тех пор вот я в шестой год занимаюсь этой темой и последнее значит я хотел бы указать по поводу Триест значит вот это могильная плита указано 29 советских партизан Абдулаев вот Абдулаев два Абдулаева указаны Абдулаев Хасан допустим он документально подтвержден на другой Абдулаев неизвестный следующий азербайджанец указан неправильно это Валиев он здесь указан как Валишев дальше идем вот значит Аляскеров его фамилия тоже неправильно указана и вот Максимов на самом деле Мансимов и я предлагаю итальянским коллегам заняться этим так как вот по Писту и Кириенко вообще никакой информации нет а Жерцов на самом деле Ерцов и другие здесь по добре неправильно указано Россинский и так далее то есть здесь масса ошибок вот здесь Юсенко на самом деле Ющенко вот если можно было переделать с исправленными дополнениями было бы очень здорово у меня такое вот предложение и к значит посольству в Риме да российскому и азербайджанскому и АНП и местным и другим был бы очень благодарен если бы они помогли вот с этим вопросами и по поводу наград советских партизан и по поводу вот всего этого того что это сделано к сожалению вот Байсников тоже 4 варианта даже 5 вариантов написания его фамилии и какая правильная могут только казахи подсказать он был казахом а так вот на этой плите указано совершенно неправильно кто такой Ироков тоже неизвестно никаких данных на него нет и то же самое Пист как я уже говорил вот буду благодарен за любую информацию уточнение по моему по моему докладу по моей теме благодарю за вами спасибо большое Ильхам хотел бы предоставить слово Никишкину Наталье Борисовне если она еще на связи отключилась Микрофон Наталья Борисовна микрофон включила Никишкина Наталья Борисовна президент ассоциации Данда Регери в Москве является активнейшим участником исследователем советского сопротивления в Италии ну и в России прошу Добрый день прежде всего хотела бы поприветствовать конечно тех друзей тех кого мы знаем с кем мы виделись буквально в декабре месяце а здесь очень много их поблагодарить российское историческое общество за возможность выступить на данной конференции и конечно за внимание Рио которое оказывает укреплению связей между Италией и Россией буквально два слова об обществе Данте Алигьери которое было создано в конце 19 века в Москве потому что я представляю именно московский комитет после революции 17 года упразднено и вновь начало свою работу начиная с 92 года 20 века основная задача это распространение итальянского языка культуры и истории на территории России безусловно изучение языка невозможно без знания основных моментов исторических без возможности анализа сравнения и поэтому сразу же одной из тем которые занялось общество Данте Алигьери стало тема итальянского сопротивления и участие советских партизан в итальянском сопротивлении наш президент общества старейший президент сейчас ее с нами уже нет Марина Густавовна Миллерова уделяла очень большое внимание этой теме и каждый год 25 апреля в день итальянского сопротивления приглашала на разные площадки Москвы мы продолжаем эту традицию для того чтобы рассказать об участии советских партизан в итальянском сопротивлении и вообще об истории итальянского сопротивления в архивах нашего общества в архивах которые бережно хранила и хранит наша Нелли Евсеевна Кругликова почетный член общества Данте Алигьери который основатель общества дружбы сферы Италии основатель музея советские люди в итальянском сопротивлении говорил о том что в Москву вернулось 14 человек возможно их было больше но после своего пребывания в плену многие возможно боялись рассказать о том что они уже находятся на территории Советского Союза эти 14 человек полной решимости продолжить борьбу с фашизмом составили итальянскую группу Советского Комитета ветеранов войны я вижу что здесь у нас Николай Орлов до сих пор и он наверняка помнит эти 14 фамилий я хотела бы их сказать Александр Богатов Александр Буткин Александр Ветров Александр Ворон Александр Геоев Владимир Демидов Виктор Ермолаев Юрий Мельников Аразмо Хамад Курбан Ниязов Николай Орлов Владимир Переладов Николай Трифонов Николай Уксусов Иван Чубаров Всех этих людей с 90-го года мы приглашали на различные встречи на разных площадках Москвы но вот к сожалению сейчас у нас только наш несменный Николай Орлов действительно может рассказать о тех событиях которые тогда произошли я бы хотела отметить что Нелли Евсеевна Кругликова часть своей коллекции отдала российскому историческому обществу я думаю что это положит основу в будущем музею партизан музею итальянского сопротивления советских партизан с российским историческим обществом нас связывает большая работа по продвижению выставки советские партизаны в Италии 1943-1945 год конечно огромное спасибо Массимо Экли который как итальянец взял эту тему написал великолепную книгу которая была удостоена премии и продолжает вести эту тему является таким связующим звеном я считаю между Россией и Италией и благодаря нашим связям благодаря связям общества Данте Алигери с Бари связям этим уже около 20 лет мы показывали эту выставку в рамках другой выставки очень важной для Италии 2 декабря помортировка Бари мы показывали выставку советские партизаны в Италии была большая конференция на которой и произошло знакомство с теми доплатчиками вот в частности с Джорджи Кутино который сегодня выступил с великолепной речью но за возможность этой организации встречи я хотела бы поблагодарить конечно президента фонда Николаус в Бари Вито Джордану Кардоне который сразу же откликнулся на предложение российского исторического общества показать эту выставку в Бари нашел возможность подключить к работе историков которые с таким энтузиазмом восприняли эту работу и сделали очень много для того чтобы состоялась не только выставка но и конференция очень важно подчеркнуть также то что общество Данте работает с молодежью и благодаря Массиме Благодаря Международному Владежному Обществу Дружбы Италия Россия Екатерине Спировой нам удается рассказать об этой теме показать выставку на различных площадках университетов школах там где изучается итальянский язык и как я уже сказала язык невозможно изучать без знания истории и культуры и конечно основной наш партнер это отдел образования при генконсульстве Италии в Москве который объединил именно все учебные заведения по территории России а так как основных комитетов общества Данте Олегьери у нас несколько на территории России Теренбург это Тольятти Ростов на Дону я уверена что мы эту тему также будем обсуждать в наших филиалах также надеемся на дальнейшее сотрудничество с российским историческим обществом огромное спасибо за возможность выступить на конференции конечно большое спасибо всем докладчикам вся эта видеоконференция будет показана в школах мы этот материал обязательно используем и если сможем поможем продвижению книги на итальянском языке нашего друга спасибо 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 большое Наталья Борисовна за краткую емкую речь хотелось бы сообщить хорошую новость что конференция сегодня состоялась спасибо большое уважаемые коллеги друзья за то что мы все сегодня внесли большой вклад в такое большое дело которое касается всех наших предков друзей родственников прадедов и которая позволила показать через эти наши рассказы историю двух стран взаимопомощи между партизанами гражданами гражданами Италии и таким образом помочь нашим потомкам в России и в Италии узнать о судьбе наших пропавших дедов прадедов и получить возможность кому-то приехать в Италию кому-то приехать в Россию и возложить цветы на могилы наших наших предков и тогда возможно после таких мероприятий статья и графа пропал без вести в официальных документах того времени перестанет существовать по крайней мере напротив низких фамилий благодаря которым мы сегодня назвали спасибо вам большое уважаемые коллеги надеюсь не последняя конференция будет продолжаться общение и если у кого-то какие-то есть дополнения комментарии невысказанное мнение прошу можно конечно да просто мне хотелось бы получить контакты тех людей с которыми еще не знаком допустим кон ими 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 компатриоти итальяне а некоторые мои итальянские соотечественники которых я не знаю люди которые из ПАДу и здесь выступали из БАРИ у меня их контактов нет и мне хотелось бы обменяться с ними контактами уважаемые коллеги все сделаем полностью список программ проведения получите если никто не против из участвующих мы направим тогда личные почты прекрасно договорились прекрасно спасибо большое всего доброго всем привет всего хорошего до свидания спасибо